Ворзель – это пригород Киева. Виктор пережил российскую оккупацию, а теперь должен пережить зиму. Из-за ударов России по энергообъектам Украины в его доме отключили электричество и воду. Поэтому он обходится тем, чем может. Пока мы общаемся – сюрприз. Электричество возвращается, а вместе с ним и тепло. По крайней мере, на какое-то время. Когда же электричества нет, Виктор приходит сюда, в один из так называемых пунктов несокрушимости. Это небольшое помещение, организованное властями. Тут жители могут зарядить телефон и погреться у печки. В нескольких минутах езды от Ворзеля находится Буча. Здание городского совета Буча теперь тоже пункт несокрушимости. Сюда приходят все те, в чьих домах тоже нет электричества. На самом деле, Бучанский городской совет – это сейчас социальный хаб, где работает генератор и где можно зарядить телефоны. И большинство людей сюда пришли не за социальными услугами, а как раз потому, что нет дома электричества, нет дома воды. Здесь можно набрать воду. Если нет связи, то можно подключиться к интернету. Здесь учатся, работают, связываются с родными. Более пяти с половиной тысяч пунктов несокрушимости в стране имеют решающее значение для того, чтобы украинцы просто выживали. Звучит сирена воздушной тревоги, но здесь, похоже, никого это больше не волнует. Мне здесь не очень нравится. Я бы лучше хотел сидеть дома со светом. Но нужно заряжать технику, чтобы был заряжен телефон, чтобы можно было родственникам позвонить. Я пришла, чтобы подзарядить свой телефон, но и оплатить счета за коммунальные услуги. Но больше всего я хочу связаться со своими близкими. Городской совет Бучи надеется на пожертвования, чтобы перезимовать. Этот генератор предоставила иностранная неправительственная организация. Но он не такой мощный, чтобы удовлетворить все потребности. Вернувшись в Киев, электрики работают днём и ночью, ремонтируют и поддерживают в рабочем состоянии городскую электросеть. Но, несмотря на их усилия, ситуация остаётся критической. Стратегия, прежде всего, восстановить любым способом электроснабжения, чтобы оно было у людей. Не всегда получается выполнить поставленную задачу или вернуть то состояние оборудования, каким оно было до войны. Но временные схемы отключения работают, и свет подаётся людям в дома. Но ту нагрузку, которая была в довоенный период, давать сейчас нельзя. И это проблема. Проблема, которая, скорее всего, сохранится в Украине в течение всей зимы, когда температура часто опускается значительно ниже нуля. А российским атакам не видно конца.